Всем привет. Я вышла на улицу привести в порядок вазончики свои, которые на заднем плане. Ой, ты пришел, которые на заднем плане у меня в каждом видео. Видите, какая послушная собачка. Сейчас приведем вазончики в порядок, пока отбой пишет. Я на завтра снова записалась на маникюр. Да. Но я не знаю, почему для этих упорок он портится. Я уже достала, честно, даже сама себя говорить об этом маникюре. Так вот, что сейчас делаем? Сейчас пытаюсь все листочки повытирать. Я вот с этим уже разобралась. Видите, уже лужа даже подсохла. Сегодня прекраснейшая погода. Я вот так пырскаю, забираю желтенькие листочки, видите, уже которые... Я не знаю, как он называется. И выбрасываю его в огород. У меня там огород сзади. Ничейная территория. И вот так такие манипуляции провожу. Хочу вам рассказать о Дукалисе. Что? Смотрите. На нас набросилась собака. Мы гуляли в парке. Вообще... Дукалис-то на поводке. У меня привычка. Я никогда поводок не спускаю. Вообще. Хотя собака, вы же знаете, очень дружелюбная и все такое. Но я знаю, что собака есть собака. И нужно быть осторожным. Мы гуляли. Гуляли в парке. В центре города. На секундочку. И к нам сзади подбегает собака. Она как бы должна быть на поводке, но она без поводка. И начинает грызть Дукалис. Мы от неожиданности. Представьте, мы оттроем вот так гуляем, гуляем. Мы его берем и приподнимаем. Получается, у него такой широкий поводок. Мы его берем и приподнимаем. Получается, эта собака... А собака продолжает грызть. Хозяйка просто стоит. Мы в шоке. Мы уже не знаем, как... Просто это такие секунды. В общем, мы чуть не удушили собаку. Из-за вот этой вот хозяйки. Понимаете? Потом она убрала. И даже ничего не сказала. Забрала эту собаку. Отвела ее. Ну, а Дукалис начал задыхаться. Получается, что мы делаем? Мы ему сняли все поводки. Тут еще есть такой ошейник от блох и от клещей. В общем, мы только вот его... Когда он постригся, мы ему купили этот ошейник. В общем, приводим мы его в чувство, чтобы он дышал. Он начинает задыхаться. Это сейчас я так рассказываю, как бы. Но это было все ужасно. Это прям, ну, минута. Это не больше было. Ой, и мы начинаем его приводить в чувство. Эта хозяйка, знаете, что сказала? Ну что, он живой. И тут меня понесло. Я сказала, что я там переломаю ей все, что только возможно. Ее собаки тоже. Ой, я говорю, уйдите отсюда. Она там что еще вздыхать начала. Кошмар просто. Какие люди. Ну, я в шоке. Ну, держите уже на поводке эту собаку. И вот когда я иду в парке... Я, кстати, в парке уже перестала гулять после этого случая. Среди людей ему как-то лучше. Когда вот идешь в парке, и собака, большие собаки, без поводка. И я спрашиваю, почему собака без поводка? Потому что мы так решили. Понимаете, они так решили. А вчера я видела такую ужасную картину. Вы просто видели. В общем, центр города и оживленная достаточно улица. Очень. Машины, ну, как проспект просто. Представьте себе. Едут машины, все-все. Выбегает огромная белая собака. То ли это самоед. Короче, такая собака огромная выбегает. И машина ее вот так вот, ну, чтобы ее не сбить, поворачивает. И чуть-чуть вот так вот от трамвая. Вот так. Представьте себе. Я просто в шоке. И хозяин подбегает, надевает поводок и все, и уходит. Так почему сразу поводок не надеть? Ну, я не представляю, как можно быть уверенным в собаке? Она же может создать кучу разных ситуаций. Ты ответственный за свою собаку. Маленькие, большие. В общем, после этой ситуации я просто в шоке. Еще знаете, короче, слушайте. Мы здесь ветерам не мешать. Короче, это просто хит сезона. Идет огромная собака на меня. Я даже засняла эту картину, поэтому я не только буду спрыскать вам, а еще и показывать. В общем, смотрите. Идет, бежит эта собака. Я не знаю, то ли это лайк. Я просто эту собаку, собак, я эту породу не люблю. Этих собак. Они просто создают плохие звуки. Я не люблю, когда собака создаёт такие звуки. Так вот, она на меня бежит. Я говорю, забейте собаку, потому что, ну, понимаешь, что со мной дукалис и огромная собака просто выбегает. На что он говорит, она дрессирована. Иди сюда, иди сюда, ко мне, ко мне, ко мне. И собака даже не подошла к нему. Он такой к ней сидеть. Я говорю, да, действительно, дрессированная собака уже непонятно где. Там километра два как от него отбежала. В общем, знаете, эти типа дрессировщики такие в кавычках. Все, иди я в тапочках. Вы меня видели. Это просто look of the day. Это уже жилетка на мне какая-то. Кофта. В общем, так себе лучок. Занимаемся вазонами. Все, все рассказала вам. Так, я иду сейчас тренироваться. Хочу пойти в лед. Свои приспособления к тренировкам. Возможно, кому-то будет интересно. Здесь у меня резиночки разной сложности. Как правильно сказать? Разного уровня, да? У меня медиум есть. Точно знаю, есть лайт. И такая, которую я вообще не пользуюсь. Тут у меня яйца. Знаете, сейчас расскажу. Теперь самое легкое. Я ею тоже ничего не делаю. То есть у меня из ходовых... Ладно. У меня из ходовых только вот эта медиума. Такая самая универсальная. Хотя это один набор. Кому интересно, я заказывала на Алиэкспресс с мешочком. Не переплачивайте за мешочек. Посмотрите, что с ним случилось. Ну, хотя я часто ими пользуюсь. Возможно, из-за этого. У меня также есть из моих приспособлений медицинских. Есть вот такой коврик. Я на нем раньше лежала. Он как-то там называется. Прям правильно. Иголочки здесь есть такие. Для спины полезно. Я раньше после тренировки лежала. Сейчас, честно, не делаю этого. У меня есть яйца деревянные. Дай бог. Война закончится. Будет Пасха. Все будет хорошо. Мы победим. Будем счастливы отмечать светлый праздник. И, возможно, я буду расписывать яйца. Но это под огромным вопросом. Я сейчас не могу точно ответить. Буду ли я их делать, пока вот так вот они у меня лежат. И мой коврик, конечно же. Куда без коврик? Куда без коврик? Я еще плотно покушала. Я не могла дождаться, пока Сава проснется. Я уже покушала, чтобы с Савой пойти вместе. Я думала так. Все, я тренируюсь всегда на голодный желудок. А сейчас такая, знаете, думаю, ну все, перекушу. И плотненько покушала. Сейчас нужно, чтобы все утрамбовалось. Мой коврик, он достаточно плотный. Мы еще когда-то его с мамой купили, что-то были в Одессе. Вот. Я должна была всегда гулять с ним и выходить на море. И сидеть на нем. Вы меня часто просите показывать свою жизнь. И я стараюсь. Но, конечно, все никогда не попадает в камеру. Потому что, вы знаете, то, как мы для себя это все переживаем, то, как мы для себя проходим, каждый индивидуально. И я вот две недели первые, когда началась война, я вела с первого дня. Хотя у меня есть очень история одна. В первый день войны, которая со мной случилась, я обязательно вам когда-нибудь ее расскажу. Обязательно. Я вела каждый день видео выставляла. Бывало такое, что за один день я выставляла вообще несколько раз. Но несколько видео за один день. Но сейчас, честно, эмоциональных сил у меня нет. Я тоже хочу восстановиться. Тоже хочу прийти как больше возможно это сделать в себя. Таренку, которую я расписывала, я убрала уже в другую комнату. Там, где у меня был кабинет. Я вообще сейчас стараюсь обустроить снова свой кабинет и приступать непосредственно к работе. Все выглядит вот так. Шок-контент просто. Я только перенеслась в стол. Начала разбирать свои документы. Здесь какой-то список дел мой. Одежду еще тоже нужно разобрать. С той хорошей новостью я подключила свой принтер. Ничего, что урна стоит на принтере. Но принтер рабочий. Ну, а на кухне нас ждет... Кто нас ждет? Кстати, мой тревожный чемоданчик. Мой тревожный рюкзак, да, так можно его назвать. Мы комбайн сюда перенесли, потому что у нас мышь. Как зовут собачку? Мне кажется, наша собака думает, что мы не в себе немного. Смотрите, вот это после стрижки он уже так зарос. Если вы не видели видео со стрижкой, я вам для вас тут оставлю. Впереди привет. Все будет Украина. Разом до перемоги. Сперт ворогам. Мы уже почти на месте. Кстати, воды больше стало в этом озере. Вот теперь. Все растаяло. Весна. Вот она я. Жилетку. Я, кстати, вспоминала, как мы здесь гуляли во время карантина. Было, конечно, больше зелени. Все уже распустилось. Сейчас такой более... После зимы лес. Есть мусор. Как всегда у нас. Так не нужно делать. Вот сейчас будем бегать и тренироваться. Так, вот мы тоже пришли. Да, тут теплише. Там было очень холодно. Я пыталась там попрыгать. Холодно, холодно. Хорошо, что я надела шапку. Здесь был ветер такой конкретный. Прямо. Ой, взбираюсь на гору. Хорошо потренировалась. Очень устала, если честно. Ноги аж пекут. Так, поедем домой заниматься делами. Впереди день. Нужно трудиться, работать. Всем огромное спасибо за ваш просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо.